Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы с вами поговорим о листве. Каждый год мы сталкиваемся с опавшей листвой. Будь это плодовые деревья, кустарники или декоративные растения, аллеи, посаженные у нас по краям участка. Как поступить с этой листвой? Многие, не задумываясь, отправляют ее в компост. И это правильно. Листовой компост – это прекрасная, рыхлая земля, питательная и воздушная, в которой хорошо растут практически все деревья, кустарники, овощи. Некоторые отправляют листву в теплые грядки. За зиму она прекрасно перепревает и потом дарит тепло еще целый сезон нашим огурчикам, помидорчикам и прочим овощам. И, наконец, как бы мы ни старались, иногда получается, что и компост занят, и грядки теплые сделаны, а листва есть. Как же с ней поступить? И тогда можно поступить следующим образом. Получить листовую золу, лиственную, точнее, золу. Дело в том, что в процессе роста листьев в них накапливается огромное количество калия. И при сжигании 60% золы, которая получается, содержит этот ценный макроэлемент. Лиственная зола – это самый богатый источник практически натурального, чистого, экологически безопасного калия для нашего земледелия. Дело в том, что золу можно получить при сжигании древесины, каких-то отходов, торфа, угля даже, но её качество будет существенно отличаться от золы, полученной при сжигании листьев. И если у вас выдался богатый урожай листвы, и она ещё не успела промокнуть, обязательно приготовьте себе это ценное удобрение. Дело в том, что калий – это один из трёх важнейших макроэлементов, жизненно необходимый для роста и развития всех, без исключения растений. А для тех садоводов, огородников, у кого почвы лёгкие, песчаные, супещаные, торфяные или пойменные, бедные естественным калием, такая зола – это настоящее спасение. Поэтому, если у вас осталось немного листьев, или наоборот, много листьев, они сухие, сожгите их, выберите хороший день, сожгите их в специально оборудованном месте и соберите эту золу. Хранить её нужно обязательно в сухом месте, непромокаемом, в какой-нибудь ёмкости, которая не допускает проникновения в неё атмосферной влаги. Это позволит как можно полнее сохранить её свойства. Такой золы понадобится уже немножко меньше, почти в полтора раза, а то и два по сравнению с другими видами золы. Так, если мы с вами вносим в почву, допустим, два стакана обычной древесной золы, то лиственной золы вам понадобится всего один стакан. Таким образом вы ещё и сэкономите на своих силах, и ваши растения получат прекрасное экологически чистое удобрение. Процветание вам и вашему саду. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, которые вам интересны, которые для вас важны. И до новых встреч на наших роликах, на нашем канале, на нашем прямом эфире. С вами была Юлия Кондратёнок. До новых встреч!